На Евро-2024 в Германии определились ещё два четверть финалиста – это Франция и Португалия. Португальцы играли со Словении, завершив матч со счётом 0-0 в основное и добавленное время, хотя опасных моментов было предостаточно. В частности, пенальти с участием Роналду. Впрочем, звездой матча стал незнаменитый португальский номер 7, а их вратарь Диогу Кошта. В послематчевой серии пенальти он трижды спас ворота. В итоге он стал первым голкипером в истории Евро, который в серии пенальти не пропустил ни одного мяча. При этом португальцы, в том числе Роналду, ни разу не промахнулись. Счёт игры 3-0. В итоге славянская сборная ни разу не проиграла в матчах Евро, но всё же покидает турнир. Словенские болельщики пережили весь спектр эмоций – от восторга до разочарования. Но говорят, что своей командой очень гордятся. «Несмотря ни на что, мы гордимся нашими ребятами и благодарны им. Они сыграли великолепно и заставили Португалию усердно работать. Обидно за результат, но мы по-прежнему ими гордимся. Да, нам грустно, но игра была потрясающей, и мы поддерживаем Словению. Это была потрясающая игра». Во втором матче встретились Франция и Бельгия. Французы владели инициативой, однако опасных голевых моментов было немного. Они смогли забить только на 86-й минуте, когда казалось, что дополнительного времени уже не избежать. При этом УЕФА зафиксировала это как автогол, поскольку мяч попал в ворота отрикошетив от бельгийского защитника Яна Вертонгина. В четвертьфинале Испания встретится с Германией, Португалия с Францией, а Англия со Швейцарией.